АРЦАХУМ ЖАМАТ АСНАЮЦЛЯ В эфире новостная программа АРЦАХ Здравствуйте! С основными новостями дня 7 июля в студии Ольга Григорян. Сегодня в нашей программе. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Шарм Мишель будет и впредь очень активно участвовать в процессе построения мира между Арменией и Азербайджаном. В правительстве республики обсудили ситуацию в сфере здравоохранения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом и о многом другом более подробно. Вчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщили в пресс-службе Кремля, собеседники коснулись ряда вопросов армяно-российской двусторонней повестки, а также региональных проблем и ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Было продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Также состоялся объем мнениями о деятельности комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и проводимой работе по разблокированию региональных коммуникаций. Никол Пашинян информировал о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, говорится в сообщении. По результатам прошедшей встречи, спецпредставители Армении и Турции достигли договоренности об открытии границы между Республикой Армения и Турцией для граждан третьих стран и осуществления авиаперевозок между двумя странами в обратном направлении. Об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании правительства, состоявшемся сегодня. Касаясь встречи специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией в Вене, премьер отметил, что была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией, и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении. Также были обсуждены и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования между двумя странами. Стороны вновь подтвердили свое согласие на продолжение процесса урегулирования без предварительных условий, сказал Пашинян. Председатель Европейского совета Шарль Мишель лично будет и впредь очень активно участвовать в процессе построения мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом в интервью «Тренд» заявил специальный представитель Евросовета по Южному Кавказу Тойво Клаар. По его словам, Шарлю Мишелю, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось обсудить и достичь процесса прогресса по ряду важных вопросов. Это один из форматов, на котором Евросовет продолжит фокусироваться как на ключевом для решения различных вопросов. В то же время продолжатся работы и на других уровнях. По словам Клаара, вместе со своей командой, а также с коллегами из офиса президента Мишеля, будет продолжено взаимодействие как с Ереваном, так и с Баку для решения всех важных вопросов, таких как мирное соглашение, возобновление коммуникации и вопросы границ. В Армению прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Иран Али Шамхани, где состоялась встреча с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григорианом. В ходе встречи стороны подчеркнули тенденцию стабильного развития многоотрясливого сотрудничества между двумя странами. Обе стороны высоко оценили готовность сторон продолжить сотрудничество в рамках свободной экономической зоны Мегри и дорожного коридора Север-Юг. Армен Григориан представил процесс урегулирования армян-азербайджанских отношений, подчеркнув, что в этом процессе ни один вопрос не обсуждается по коридорной логике. По словам Шамхани, в контексте вышеизложенного должны соблюдаться принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ государств. Секретарь Совета безопасности Ирана подчеркнул готовность Игерана содействовать сохранению безопасности на Южном Кавказе. Собеседники также договорились встретиться на границе Армения-Иран с целью продолжения диалога. Находящийся с рабочим визитом в Мадриде министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзаян встретился вчера с министром иностранных дел Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэну. Как сообщили в МИД Армении, по итогам встречи Мирзаян выступил на пресс-конференции, во время которой заявил, что представил своему коллеге ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта и видение армянской стороны относительно установления безопасности и мира в регионе, подтвердив позицию Армению по продолжению переговоров с Азербайджаном в рамках международного мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Собеседники обсудили и вопросы армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, и армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Баку. Арарат Мирзаян подчеркнул, что правительство Армении прилагает необходимые усилия в направлении разблокирования региональных инфраструктур и транспортных путей, демаркации и безопасности границ урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Находящийся с рабочим визитом в Мадриде Арарат Мирзаян встретился сегодня с генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пополикашвили. Несколько дней назад в прессе появились ряд публикаций, где упоминалось, что по неуточненным данным у президента Арцаха есть доля в компании «Карабах Телеком». Пресс-секретарь президента республики Лусине Аванесян в ответ на запрос Арцах пресс опровергла публикации в СМИ. Президент республики Арцах не владеет долей в компании «Карабах Телеком». Это слухи, не соответствующие действительности, отметила Лусине Аванесян. Государственный министр республики Артак Бегларян вместе с министром здравоохранения Микаэлом Айриняном встретился с руководящим составом всех государственных медучреждений республики для обсуждения текущей ситуации в сфере и работ под разработки проекта «Пятилетние стратегии». Как сообщили из аппарата государственного министра, госминистр и министр здравоохранения заслушали полугодовые итоговые отчеты руководителей степанокерцких и районных медучреждений, поинтересовались существующими проблемами, по решению которых даны соответствующие поручения. Коснувшись работ по разработке стратегии системы здравоохранения, госминистр в частности отметил, что в проекте стратегии должны быть четко определены все направления фундаментальных реформ и развития системы здравоохранения и механизмы их реализации, в том числе вопросы, касающиеся условий здания медучреждений, технического обеспечения, эффективного управления кадровыми ресурсами, профилактического здравоохранения и другие важные вопросы. В стратегии планируется приложить план мероприятий, в каждом из которых должны быть определены четкие цели, мероприятия и другие данные. Для этого необходимо сформировать рабочие группы по разработке и реализации программ всех стратегических направлений. Другими словами, нужно перейти от частичных и краткосрочных усилий к стратегическим и долгосрочным решениям. На совещании были обсуждены и возможности решения различных местных и краткосрочных задач, которые касались управления очередями в медицинских учреждениях, оптимального использования корпусов, эффективного применения системы электронного управления и других вопросов. Посольство Армении в Греции выступило с заявлением в связи с транслируемым телеканалом CBS TV Азербайджан и переведенным на греческий язык посольством Азербайджана в Греции ролик, касающийся арцахского села Мехмана и историко-культурного наследия Арцаха, отметив, что это является ничем иным, как возмутительной попыткой экспортировать в другие страны, ставшую обычным явлением в Азербайджане политику разжигания ненависти к армянам. В ролике телеканала Азербайджана также искажены и не соответствуют действительности факты посягательства на греческую православную церковь и греческое историко-культурное наследие, поскольку упомянутая церковь является русской, расположенной в местности Геворга-Ван-Мартунинского района. Эта церковь была повреждена азербайджанской стороной, как во время Первой войны, развязанной Азербайджаном, так и в ходе 44-дневной войны 2020 года, не дав возможности ее восстановить. Также в ролике намеренно умалчивается и о греческом православном соборе великомученика-героя-победоносца в Шуши, который также посещали греки, подчеркнули в посольстве Армении в Греции. Ролик телеканала Си-Би-Си – очередная попытка азербайджанской пропагандистской машины отвлечь внимание международного сообщества от конкретных фактов бомбардировок армянских церквей этим государством в ходе военных действий осенью 2020 года и политики, направленной на уничтожение армянских следов и преобразование памятников истории и культуры на территории, перешедших под контроль Азербайджана после установления режима прекращения огня. В целях сохранения исторических и культурных памятников Арцаха и спасения их от дальнейшего вандализма, вмешательство международного сообщества, в частности ЮНЕСКО, чьей исследовательской миссии Азербайджан продолжает препятствовать, символея более чем актуально, отметили в посольстве Армении в Греции. В республике Арцах стартовал сбор зерновых культур, с целью осуществления которого в территориальных подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД для обеспечения пожарной безопасности возле посевных площадей развернулись пожарные базы и осуществляется круглосуточное дежурство. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики, директор Государственной службы полковник Михаак Арзуманян в сопровождении заместителя Самвила Айрумяна проследил вчера за усиленные службы на опорных пунктах и процессом сбора урожая на посевных площадях зерновых. Глава службы вместе с начальником отдела чрезвычайных ситуаций Амартунинского района в Аграмом-Сагяном провел инвентаризацию имеющихся технических проблем и дал ряд поручений. Для организации службы на высоком уровне, своевременного реагирования на вызовы в пожароопасный период, материально-техническая база отдела предварительно пополнилась необходимым имуществом и оборудованием. Михаак Арзуманян поинтересовался повседневной службой личного состава, проводимой работой в направлении предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров и дал четкие задания для более эффективной организации службы. Накануне в Центре франкофонии «Дом поля Элюара» в Степанакерте состоялась презентация книг «Монументальная культура Арцаха» с авторствами Гамлета Петросяна и Нэждэ Яроняна. Гамлета Петросяна и Айкуи Мурадян «Культурное наследие Арцаха под ударом», а также презентация сайта «Инициативы и мониторинг культурного наследия Арцаха». Заведующий кафедрой культурологии Югу Гамлет Петросян в беседе с корреспондентом новостной программы «Арцаха» отметил, что сохранение армянского культурного наследия подразумевает многоплановые инициативы. По словам кандидата исторических наук Нэждэ Яроняна, в книге представлены памятники древности, хренциатские памятники, резные хачкары самого раннего периода территории Арцаха, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. После 44-дневной войны был инициированный проект по созданию мониторинговой площадки культурного наследия Арцаха, цель которого – создать независимую академическую платформу, которая будет фиксировать состояние изменения культурного наследия Арцаха, представлять и интерпретировать его в рамках профессиональных знаний и академического образования. Присутствующая на презентации министра образования, науки, культуры и спорта Анаита Копян поблагодарила авторов книг и инициаторов создания веб-сайта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит во вставку. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы Кабмина. Выборы нового главы британского правительства пройдут летом. В последние дни в Великобритании разразился правительственный гризис. За два дня Кабинет министров покинули около 60 человек, в том числе и руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о том, что не доверяют Дон Джонсону и не согласны с его методами руководства. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра, 8 июля, на территории республики будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 28-33 градуса тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова